Приветствую вас и давайте начнем с того, что определим с вами вместо. Негативное ли или позитивное поведение вашего мужа сейчас? Думаю, что вы согласитесь с тем, что поведение вашего мужа в большей степени негативное и свидетельствует оно о том, что у мужчины сейчас, на данный момент, имеется кризис. И кризис достаточно серьезный, потому что от хорошей жизни вряд ли люди пьют водку, тем более молча и в одиночестве. Вы пишете, что мужчина решил быть свободным. Далее, все, что вы описываете, это, как бы сказать, следствие его поведения. Это следствие его проблемы. А вот что предшествовало этим событиям, с какого момента он начал так себя вести, что послужило причиной изменения его поведения и почему он перестал с вами разговаривать, является главным, является корнем. Потому что анализ этих обстоятельств позволит нам с вами понять, что у мужчины случилось в жизни, что он так стал себя вести, какие неудачи его постигли, какие события произошли в его жизни. И оценка, правильная оценка этих обстоятельств поможет нам прийти к выводу, как можно данную ситуацию исправить. Потому что если не устранить причины, а бороться только со следствиями, то ничего не изменится. То, что вы ходите в крам, это, безусловно, очень хорошо. Но, как бы, поход в храм не исправит вашу ситуацию с мужем. Он, может быть, облегчит ваше состояние. Но, как вы сами пишете, это ненадолго лишь помогает, а потом все возвращается на круги своя. Если мужчина даже перестал общаться с ребенком, это говорит о том, что у него серьезные личностные проблемы. И, собственно, диалог на эти личностные проблемы поможет вам. Причем диалог с монологом началом. То есть, вначале вы выступите инициатором для обсуждения каких-то причин, которые мы сможем с вами найти. И эти причины рано или просто заденут мужчину, и он начнет все-таки с вами разговаривать. Если бы у него была другая женщина, или если бы он хотел бы уйти от вас, он бы, наверное, это сделал. Но он, тем не менее, поступает именно так. Значит, вариант третьего лица в данном случае отсутствует и имеет место именно личностные проблемы. Соответственно, их нужно искать. Дальше. Что делать лично вам? Во-первых, надо сказать, что если вы не изменили свой образ жизни, не изменили свой дневной график и оставили его таким же, каким он был, до того, как вы, собственно говоря, начали, ну, до того, как началась такая разновка, то это очень плохо. Потому что мужчина, по сути, не получает от вас никакого стимула к тому, чтобы свое поведение менять. А стимул все-таки желательно ему предоставить. И этот стимул, в первую очередь, касается ваших отношений. Если вы покажете ему, может, что, допустим, вот он выбрал себе такую вот независимую модель поведения. Хорошо, а вы тоже выбираете независимую модель поведения, и начинаете общаться, скажем, с другими мужчинами, больше проводить время с друзьями и так далее. И мужчина понимает, что вы для кого-то можете быть привлекательной, желанной и так далее, тут же ощутите, что может вас потерять. И вот это будет стимулом, стимулом для того, чтобы начать что-то делать, либо в отношении вас, либо в отношении ребенка, либо в отношении вас с собой. И по сути, это будет началом изменения ваших отношений. Точнее, даже не так. Не столько началом изменения ваших отношений, сколько внесения в них, в эти отношения, некой определенности, которая поможет вам понять, есть ли будущее у вашего союза или нет. Потому что, если мужчина, допустим, будет больше общаться с ребенком, это означает, что его положительная энергия, в основном, направлена на ребенка. И именно вас, и с вами, чувство просто-напросто себя изжили. Тогда нужно думать о разводе, о том, чтобы сидеть отдельно, но при этом, чтобы ребенок, конечно же, видел с папой и с вами, и чтобы он от этого не страдал. Но именно между вами, скорее всего, все закончилось. Такая ситуация может быть. Если же мужчина начнет брелять какие-то знаки внимания по отношению к вам, то тогда означает, что все у вас хорошо, просто был определенный кризис. Вот, ага, в таком, в таких точнее направлениях вам нужно двигаться. Можно использовать эти направления последовательно. То есть, сперва одно, а потом другое. Можно использовать сразу оба. Но тогда результат будет немножечко противоречивый. То есть, сперва нужно попробовать одним способом, потом попробовать другим способом. Далее смотреть на реакцию мужчины и так далее. Вот именно таким образом нужно в вашей ситуации поступать. Потому что, по сути дела, другого варианта у вас нет. Других вариантов не наблюдается. И забыл сказать, что если мужчина никак не пререагирует на ваши действия, ни в отношении вас, ни в отношении ребенка, это означает, что ему действительно стало все равно. И, ну, тогда смысла проживать с ним, по сути, как соседи, у вас нет. То есть, вы начнете тогда откровенно пробуксовывать. Сонастоятельно, как женщина, как супруга. А ребенок будет испытывать острую нехватку в отце. Что очень плохо. И тогда при таком результате, как бы сказать, ярко-отрицательно, нужно срочно что-то менять, чтобы, собственно, избавиться от этого призрака семьи и создать другую семью, новую, которая бы дала ребенку там необходимым. Потому что то, что происходит сейчас, его очень сильно травмируют и наносят ему существенный вред, как психически, так и после, вероятно, еще и физически. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.